Так, ребята, с кем не поздоровалась, всем привет. Сегодня мы с вами будем готовить пирог. У всех уже готовы ингредиенты по количеству, сколько надо или кому-то еще надо отделить. Мне надо готовиться сейчас. Тогда ребята готовим все ингредиенты. У нас все содержимое есть в нашем чате в зуме. Итак, будем начинать. Нам сегодня сначала понадобится 500-200 грамм муки. Мы присыпаем в миску, в которой мы будем мешать наше тесто. Еще нам понадобится либо ложка, либо венчик. Кому как удобно. Потом мы берем с вами и добавляем масло охлажденное. Нам надо 150 грамм. Вот мы добавляем. И теперь нам надо размешать муку вместе с маслом, чтобы стала влажная крошка. Сначала можно ложкой перемешать, потому что венчиком будет не так удобно. А потом, когда уже будет похоже на крошку, можно венчиком. Сделала. Должна быть прям... А что сделала? Уже крошку сделала? Сейчас кто-то сказал, что он уже сделал. Что вы сделали? Она вылетела, похоже, эта девочка. Ага. Ну, ладно. А на самом-то какого состояния? Должна быть влажная крошка. Еще раз, сначала можно большой ложкой перемешивать, потом венчиком. Ребята, у всех есть вот такая вот семечка. Ну, нельзя ли она такая, может, у кого-то поменьше? Есть. Отлично. Смотрите, если вы только что достали масло, можете поставить на пару секундочек микроволновку, потому что у меня оно не прям охлажденное, а даже холодное, и тяжело его мять, чтобы оно было помягче. Извините, а можете повторить, что вы уже добавили? Мы добавили муку 200 грамм и масло 150 грамм размешиваем в крошку. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Ребята, когда будете готовы? Скажите. У нас уже готово. Отлично. Пока можете приготовить аллокановый пакет. Пакет, который вы сказали, это для печи? Нет. Обычный прозрачный пакет. Мы в нем положим тесто в холодильник до того момента, как сделаем начинку. Сейчас я покажу. Такая крошка должна быть. У нас готово. Пока могу сказать, что тесто вкусное. Пока что. Потом будет не очень вкусное. После этого мы с вами добавляем одно яйцо. С яйцом тоже будет вкусно. Вторым? Не думаю. На вкус и цвет сломастеры разные. И перемешиваем. с яйцом. Такая крышка. С яйцом. Вот я сын. Хорошо перемешиваем, чтобы сахар растворился и была однородная масса. Наша, скажи, пожалуйста, у тебя на этом этапе она уже перестала быть крошкой, да? Она уже такая однородная все, да? Да. Хорошо, спасибо. Она уже как каша такая, должна быть. Она уже как каша в губеркулес. Продолжение следует... Ребята, когда... Я сговорю с яйцом. Я сговорю с яйцом. Съедем. Вот такое тесто должно примерно получаться. У всех есть фалфановый пакет уже готовый. Ребята, все перемешали, кто готовит сейчас? Да. А можно переложить тесто не в пакет, а в пленку? Можно в пленку? Мы берем либо пакет в пленку и перекладываем наше тесто, чтобы оно лежало одним кусочком в пакет. Спасибо. Вот так вот. Одним кусочком чтобы лежало. Можно завязывать, можно нет. И кладем в холодильник. До того момента, как сделаем нашу начинку. Минут 40. Тридцать или это так она будет лежать. Ребят, как положите? Скажите, пожалуйста, чтобы я дальше рассказывала. Мы уже положили. Александра. Александра уже сделала? Бруто. Приступаем делать начинку. Берем творог. Нам надо 500 грамм. Открываем. И теперь, наверное, самый сложный момент. Высыпаем чуть-чуть. Где-то половину. Может чуть поменьше. И просеиваем через сито. Чтобы стала прям мелкая-мелкая крошка творога. Я сейчас, если смогу показать, то покажу. Вот так. И вот так вот ложкой проминаем. Чтобы в низку усыпалась крошка творога. Не было таких больших комков. Протираем через сито. А если у тебя без вот этих комков творог, то не надо через сито? Да, ведь? Всё, надо через сито. Чтобы стала более нежная начинка, да. Весь творог, все 500 грамм, мы протираем через сито. Слышите. Особенно тщательно надо большие комочки перемешивать, протирать. Продолжение следует... 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 О, хорошо. Александра сделала половину. Ребята, покажите, пожалуйста, какая крошка у вас получилась. Повторите, пожалуйста. Покажите, пожалуйста, если можете, какая крошка у вас получилась. Хорошо, Ваня. Ну как? Александра я не вижу. Теперь видно. Александра, показывай сейчас. Еще раз. Еще раз. Продолжение следует... Спасибо. 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 У нее, похоже, интернет. Как-то она зависла. Просто мы сейчас будем делать дальше. Да. Смотри, подожди, что-то появляется. Я опять зависла. Сделала, пишет. Ага, хорошо. Дальше вот в эту нашу смесь мы добавляем 2 яйца. Спасибо. Также перемешиваем. Сейчас, в принципе, можно не очень тщательно перемешивать. Потом добавляем 100 грамм сахара. Тоже по чуть-чуть. Сначала половину перемешиваем, потом добавляем еще половину сахара. Так же прыгк дез pasом. Так же. Продолжение следует... 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 Это я ее уже миксером перемешала. Перемешиваем, чтобы весь наш сахар растворился и все было до однородной массы. Все сделали? В процессе. А что если получается слишком? Какое слишком? Можете еще раз повторить? Ну что делать, если слишком жидкая масса? Добавить либо творога, либо так запекать. Либо немножко муки. Ну чуть-чуть совсем. А вообще оно же будет хорошо и жидкое запекать. Лишняя влага испарится. Пока вы их домешиваете, можно доставать наше тесто из холодильника. И еще нам надо масло. Подсолнечное. Еще раз, что нам надо делать дальше? Мы достаем тесто из холодильника и масло подсолнечное тоже достаем. Пока что начинку можно отложить. Ребята, у всех все готово, потому что мы сейчас будем собирать наш пирог. Так. Достаем форму. У меня... Что еще раз? Какое масло мы брать? Подсолнечное. Растительное. Растительное, жидкое которое. Оно нужно для смазки формы, смотри. Извините, а мой вопрос. Мы будем торт печь или замораживать? Мы его будем вытекать. Спасибо. Насколько я знаю, а мои знания не очень хорошие в плане чего-то печь. Насколько я знаю, замораживаются ческейки. Распределяем по бортикам формы, чтобы нигде не прилипло. Ну, в любом случае она все равно прилипнет, наверное. Бывает кисточки, можно кисточками смазать. Можно взять салфеточку бумажную, намочить в масле и смазать аккуратно бортики и стык обязательно, где бортик, да, ко дну примыкает. Не наливайте особо много масла, потому что оно потом будет вот здесь вот вытекать. Ну, и в принципе, потому что тесто может стать не очень хорошей консистенцией. Достаем наше тесто. И выкладываем на форму. Я потом покажу, как именно. Сейчас достану. Субтитры создавал DimaTorzok Даша, тебя не было слышно. Мы распределяем тесто так, чтобы у нас были бортики. Вот здесь мы делаем бортики не толстые. Это чтобы у нас начинка была на месте. Извините, а на подносе запекать можно? На подносе ты не делаешь бортики. У тебя начинка вся расплывется. Если взять высокий поднос. Если взять высокий поднос, то можно попробовать. Не знаю, я не пробовала. Как больше, выше делаем бортики, насколько это возможно. Спасибо. 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 Они должны быть тоненькие и высокие бортики. Потом, когда вы уже сделали, мы выливаем начинку. Даша, покажи, пожалуйста, как у тебя внутри получилось. Спасибо большое. Потом вот сюда мы выкладываем нашу начинку. Спасибо. 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 Вот вы посмотрите. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так. Я здесь краешки запечатала. И потом сверху мы выкладываем равномерно ягоды. Красные смородины... Агоды могут быть замороженными? Вообще желательно, чтобы они не были замороженными. Но в принципе можно. У меня черная смородина. Укладываем сверху, не утрамбовываем тесто. И начинку тоже не надо. Даш, а у нас в анонсе было написано, что можно даже клюкву использовать. Ты пробовала такой пирог с клюквой? Я пробовала с красной смородиной, с вишней, с черной смородиной. Вот сейчас еще сделать было. А с клюквой не пробовала. То есть с красной смородиной как тебе было? Я про кислоту ягоды. Просто мне сложно представить, например, как творог будет с такими кислыми ягодами. Еще раз. Отличный вкус получается. Спасибо. А у нас вообще будет ягодная сорти, причем с собой собранная. Это очень сложно. Я тоже пробовала сорти. Вишня, смородина, клубника. Ребята, у нас остается 5 минут. Мы как раз укладываемся, да, Даша? Да, и я тогда скажу, на сколько нам надо будет поставить. Нам надо разогреть печь на 180 градусов. Потом ставим пирог. Ставим пирог на час-два. Тут надо смотреть по готовности. Вы знаете, вот эти бортики, мы их загинали. Если они будут коричневые, то значит пирог готов. Два часа? Час-два. Это что? Да. Потому что мы пробовали ставить на полчаса-час. У нас начинка вообще не пробеглась. Поэтому на час-два ставим. А проверяем готовность, ты сказала? Проверяем готовность, чтобы вот эти бортики стали коричневые. Вот так. Разогреваем еще раз духовку на 180 градусов и ставим на час-два. Когда она разогреется, правильно? Да. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы поздно подсоединились. Идет, я смотрю, запись. А где можно будет запись найти? На ютуб-канале Школы Свободных Наук. На канале? Это в фейсбуке, да? Ютуб. Ютуб. Хорошо, спасибо большое. Ну и в принципе тогда все. С пирогом у нас сегодня все. Мы тогда заканчиваем. У кого-то остались какие-то вопросы, ребят? Видимо. Тогда на сегодня все. Всем спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!